Сейчас мы с вами, Валентин, посмотрели объекты. 11 объектов. В общем, нагрузка была хорошая, да. Как вы себя чувствуете? Ничего? Живы? Усталость, но это настолько приятно была, усталость. Комфортная. Я себя чувствую хорошо. Да. Но вы увидели как-то вот где-то, где можно сказать, вот здесь я хочу остаться, здесь я хочу, чтобы это моя была квартира, моя любила или что-то понравилось. Особенно по душе. Да. Мы посмотрели 12 объектов сегодня. 12 я считала. И на самом деле каждый объект, он лучше другого. А вы что-то настоящие. Была интрига такая? Да, да, да. Была очень приятная интрига. И я думала, ну вот, как, я слышала тоже, кто был у нас, смотрели даже объекты, удивились. И вот они говорят, что вот каждый, лучше, лучше. Так у меня было. Я думала, ну вот, при лету. Уже дальше не было, да? Да, ну вот, при лету вот здесь. Как бы мне вот нравится это все, да? Потому что насколько дизайн, место, расположение, комплексы, да? Да, бассейн, у меня очень, он впечатляет, потому что не надо дальше, хотя море, оно рядышком. Но лучше всего, когда вот с утра просыпаешься, там кофе, там зарядка, скопаешься, под палом. И с тобой море плавить. Валентина, вот многие европейцы, когда смотрят объекты, говорят, что здесь уровень технологий, качество выше европейского. Мы же привыкли, как у нас, вот евроремонт, там еврокачество, это высший такой стандарт. Здесь вот нам говорят, что выше. Вы сами живете в Норвегии, уже вы там все видели, знали. Вот скажите свое слово, но только честно. Честно. Есть тут больше воли. То есть есть воли высокого уровня? Да, да. Я тоже смотрела, вот у нас на побережье, в Госло, тоже строятся огромные, огромные здания, да, и так быстро тоже растут. Вот, и мы специально, если мы уже ходили, мы придали, вот, потому что заинтересованы были. У нас по миллион и миллион стоят. А, прикупить хотели? Ну и так, знаете, вот у нас... А скажите, вот сколько квартира стоит, вот приблизительно два плюс один, вот трехкомнатная квартира в Госло? Просто интересно. Это большие суммы. Ну сколько? 250 тысяч евро стоит. 250 тысяч евро, да. И это не новая, новая она будет дороже. Нет, я говорю, вот такие объекты, как вы смотрели, такого уровня, нового. Это будет 500. 500. Пол миллиона одна квартира. Да, пол миллиона. Теперь понятно, почему норвежцы здесь покупают. Потому что очень много норвежцев, практически они на втором месте. То есть на первом месте идут немцы, потом норвежцы, потом амбличане, потом русские. Но русские тоже должны, думаю, скоро требуется взять. Правильно? Я заметила, я здесь в Алании, вот наблюдала, какая вот эта нация людей. И вот мне понравилось то, что есть с кем работать. То есть много европейцев. Это норвежцы, Скандинавия, да. Россия, Украина вчера с Белоруссией разговаривала. Кстати, тоже и Латвия начала сюда. Да, потому что адреское место, поэтому здесь место есть для каждого. Здесь место есть для каждого. Я вот заметила, что очень умная идея. Вот это делить людей. Скажите, Валентин, а есть такое ощущение, что где-то за границей какое-то неудобство? Потому что обычно за границу выезжаешь, как-то себя немножко неудобно чувствуешь. С языком как-то, какие-то трудности. Вот есть такое ощущение? Нет. Потому что у меня тоже, я когда приехал в Турцию, первое, что меня удивило, я прожил неделю. У меня не было ни друзей, никого. Но первое, что у меня отрефиксировало эту мысль, что у меня нет ощущения, что я за границей живу, я дома. А потом, когда я прилетал домой назад, у меня было ощущение, что я хочу домой. И уже мой дом поменялся. То есть дом уже стал в Турции. И сейчас я очень люблю эту страну. Реально, искренне. Патриот. Никогда раньше не испытывал патриотических чувств. Никаких. А сейчас мне нравится, потому что здесь действительно очень хорошо жить. Я много лет сама украинка. Я много лет жива в Балтике. 24 года. И на данный момент еще проживаю в Норвегии. И знаете, есть сравнить с чем. Но вот здесь как-то не чувствуется, что язык надо учить. Конечно, при желании можно. Проблема. Можно прекрасно жить и не учать язык. И поэтому больше шло так делать. Но его учить надо. Хотя бы из уважения просто. Да. Из уважения надо учить. Язек это обязательно. А я тоже не получила в Норвежских. Вот. Поэтому здесь как-то или сама жизнь какая-то, вот она спокойная. Или то, что вот здесь как-то много людей улыбаются. То, что как бы они беззаботы. Вот то, что может быть это гордый город. А то ведь военные люди. Да. Они уверенно смотрят в будущее. У них нет такого, знаете, что будет в следующем году. У них никогда не было никаких потрясений. Они уверены, что следующий год будет лучше. А следующий будет еще лучше. И они уверены в будущем своих детей. В своем собственном будущем. У каждого есть какой-то бизнес. Мы недавно были, ездили в Измир. И там есть пригород такой Чешмя. Это город миллионеров. То есть огромное количество вилл. Огромное количество. Вы себе представить не можете сколько там богатых людей. 6 тысяч яхт. Только частных яхт. Причем я посмотрел приблизительно цены от 300 тысяч евро. Каждая яхта. То есть можете себе представить. То есть это норма. В Турции это норма быть миллионером, быть богатым. Это не что-то такое экстра. Это нормально. И шикарные виллы, шикарные дома. Такое, знаете, уровень. И мы сейчас тоже начинаем продавать и Чешмя. Поэтому наши партнеры, кто уже будет инвестировать, становится все богаче, реально сможет покупать скоро там апартаменты. У нас уже есть комплекс очень интересный. Если вы найдете кого-то, есть у вас знакомые, состоятельные, весьма любящие парусный спорт. То милости просит. Шикарные виллы. Причем по очень даже доступной цене. По миллиончиков всего-навсего. Потому что там под оружие есть. И по два, и по три миллион. А парики, если нет для... Разные. На любые функции. Разные. Возрастных цен. Кстати, я же помню. И есть уже кому говорить. Потому что их будет спрос. Он всегда был. А счастье. Люди настолько любят комфорт. Вот. Да. Уже требовательные, требовательные. Уже в Кущевке как-то жить не очень. Нет. И Россия, я думаю, вот уже здесь очень много. Украина. Как бы есть место для всех. Было мне. Что мне еще нравится у турков? У них нет, с одной стороны, патриотизма. Причем патриотизм на клеточном уровне. То есть ни одного я турка не встречал. Кто бы своей стране что-то сказал. То есть все любят. Все считают самой лучшей страной. Но при этом нет абсолютно никакого национализма. Вот это поразительно. Потому что обычно всегда патриотизм. На национализм замешивают. Здесь же они любят всех. Они рады всем. Приехал жить. Здорово. Тебе здесь нравится все. И они уже рады. Ты живешь. Они готовы жить рядом. Они вот какие-то такие интернационалисты. Ну в таком хорошем смысле слова. Поэтому здесь действительно комфортно. И многие люди из разных стран. Совершенно спокойно помогают. Проблем вообще никаких нет. С оформлением вида на жительство. Если ты купил. Через пять лет можно оформить гражданство. Наша компания будет все это помогать. То есть вы если купили. И наши отношения не прекращаются на этом. Они собственно только начинают. Уже переходят в более активную фазу. Потому что мы сопровождаем. Мы сопровождаем. Любой вопрос. Зуб заболел. Хороший зубник нужен. Мы вам поможем. Массаж нужен хороший. Пожалуйста. Мы вам очень хорошего. Да. Любой вопрос. Для того чтобы это было комфортно. Либо вы покупаете апартаменты с целью жить здесь. Это один вариант. Если для того чтобы сдавать варианты доход получать пассивно. Мы тоже будем вам помогать. Мы будем сдавать ваши апартаменты. Вы будете получать доход. И уже жить ту жизнь на которой все только мечтают. И самое интересное. Что инвестировать можно с 30 тысяч евро. Сейчас у нас начинается шикарнейший объект. Прямо с видом на море. Вот панорама из каждой квартиры это море. Спускает из 200 метров пляж. На горе.